Вчера мы видели замечательный спектакль, который Александр Сергеевич Гамочевский и Сибиральный. И сегодня будет продолжение приятной встречи с Петербургским театром, который не побоялся в период кризиса во всех отношениях приехать в Москву и привести свои очень интересные работы, представляющие эксклюзивы, приоритеты вообще в афише, в целом российской афише, в жаретках коммунициатов, что-то подобное можно увидеть. То есть спектакль первый, который по пире нашего российского классика, это «Обер и Смиральда», представляет, может быть, наибольший театр, потому что это раритет и зараритет, такого действительно нигде больше увидеть нельзя. Это, к сожалению, очень редко. И уже один этот факт, можно назвать героическим поступком из старого театра, поднять совершенно неизвестную процедуру, выучить ее представить интересно и, так сказать, сделать так, чтобы публике это было интересно, приходило неоднократно это произведение. И что касается самому публику, что касается произведения, то, конечно, мы понимаем, что это не только юношество, так сказать, первый опыт композитора, еще не найден индивидуальный стиль, который мы узнаем по «Кусалке», по классическому, но тем не менее, какие-то элементы дороговыческого, где-то сделано видны. Роман своего творчества, творчество его современников, предшественников, оно здесь явно проскальзывает в музыкальном материале, проскальзывает такой общий посыл большой оперы, берберовский кран, который, конечно, был ориентиром для дороговыческого современников, для создания собственных фокусов. Это тоже здесь видно. И это очень такое забавное, интересное сочетание, ну, в общем-то, разных классов и национальных культур, и эстетик вообще каких-то. И здесь вот эстетика где-то пересекается и дает своеобразный, очень интересный результат. А что касается постановки, то Юрия Саковича, мне кажется, просто, ну, такой шедевр, даже я бы сказал, сделан, потому что музыка неровная, достаточно экиптичная, и либретом, на мой взгляд, неудачно сделан, как известно, еще самим Дёго. И вот из этого всего слепить такое убедительное действие, которое имеет спозное развитие, которое имеет свою другую талфию, которое имеет какую-то цельную линию представления, которую просто интересно смотреть, это замечательно. Это очень вдохновило, но при исполнителе. Я вот слушал другой состав, не тот, который был в Петербурге, и он мне по-своему тоже понравился, может быть, в чем-то большем, например, исполнитель партии «Фэбро» и внешне, так сказать, экстерьером, и свою вокальную данную очень убедил и порадовал. Другая исполнитель Семиралия Кравченко, и тоже очень интересный такой, неутрогательный, нежный образ, и по вокальному исполнению очень виртуозно. То есть, впечатления самые замечательные. Спасибо большое, Санкт-Петербург.